МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Павличкина. И сегодня в нашем выпуске. Чтобы светило и грело власти, предприниматели решали, как улучшить инвестиционный климат в Чувашии. Есть идеи, будут и средства. Молодые ученые из Чувашии получили гранты на реализацию своих проектов. ЕГЭ по-взрослому. Родители будущих выпускников попробовали сдать экзамен по русскому языку. Инвестиционный климат, в отличие от территориального, улучшить реально. Для этого и встретились представители власти с предпринимательским сообществом. Рассеять тучи, непонимание и в диалоге задать верный курс в решении насущных бизнес-проблем. Климат устойчивый, атмосфера деловая. Представители малого и среднего бизнеса на этих встречах в первую очередь впитывают информацию. Какие пути могут помочь избежать катаклизмов и сэкономить. Где-то средства, где-то время. Сегодня в республике разрабатывается портал, где, во всяком случае, все органы власти, региональные и муниципальные, сведутся в этот портал. И все проверки вы будете, каждый из предпринимателей, видеть, когда, кто вам придет. Показывать, рассказывать, мы получаем информацию, куда двигаться. Честно говоря, так приятно. Прямо чувствуешь, как отечественную заботу. И легче работать. Потому что без информации никуда. Есть, конечно, субсидии денежные, но это не меньшая поддержка информационная. Существенно экономят время предпринимателей бизнес-окна в МФЦ. Минуя кабинеты чиновников, бизнесмены оформляют собственность, регистрируют юридические лица, подают заявки на гранты. За прошлый год открыли 8 бизнес-окон. Еще 13 будет создано в 2018. На предпринимателей работает и портал Госуслуг. Там предоставляют скидку на регистрацию ИП. Прокачивают свой сайт налоговики. У них самый популярный раздел – проверка контрагента, который позволяет отследить фирмы-однодневки и не заключать сделки с недобросовестными компаниями. Летом прошлого года тоже на аналогичном совещании взяли на себя обязательство. Это обязательство взял на себя наш регион, что в отношении тех налогоплательщиков, кто представляет документы на регистрацию создания юрлица в электронном виде, мы сокращаем сроки регистрации данного юрлица с трех дней, установленных Российской Федерацией, до двух дней. Буря негодования по поводу налогов утихли. Уровень сборов не увеличивается уже несколько лет. Все же налоговое бремя тяжкое и отдельные всплески недовольства имеют место быть. С появлением новой патентной системы, которая, казалось бы, должна была облегчить действительно систему ведения бизнеса малого, именно на территории Чувашской Республики созданы, скажем так, не совсем хорошие условия, а именно, вот наши соседи, многие, это Нижегородская область, Марийская Республика, также хочется отметить и Татарстан, и многие-многие другие субъекты федерации, в этой части приняли дифференцированный подход к системе налогообложения. Если смотреть в совокупности все налоги, собираемые с предпринимателей, заметила Светлана Янилина, поступления в бюджет по сравнению с другими регионами ПФО совсем невысокие. Сельхозпроизводителям и фермерам зачастую трудно адаптироваться на рынки и наладить пути сбыта. Эту проблему призван решить деревенский дворик, сеть магазинов, на прилавках которых только местные фермерские продукты. Точки появляются в разных районах Чебоксар, и предприниматели ставят задачу масштабнее – выйти на Россию. Так есть договоренности о поставках чувашской фермерской продукции в Подольск. Сегодня аграрный сектор Российской Федерации сориентирован на экспорт. Птицеводы, свиноводы продают свою продукцию на экспорт, к этому мы тоже должны стремиться. Нам надо ориентировать на экспорт, потому что одно дело российский рынок, он по молочной продукции, то падение, цикл он меняется постоянно. Сухое молоко завезли, другое – пятое, десятое. Поэтому аграрный сектор для нас – он приоритет государственной политики. Спрогнозировать неблагоприятные бизнес-явления и создать верный курс по решению насущных проблем. Для этого и нужен прямой диалог. Власти республики заинтересованы в создании выгодных условий для ведения бизнеса в Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. В муниципалитетах подводят итоги 2017 года. Что сделано и какие перспективы появляются у Новочебоксарска, обсудили на расширенном совещании с активом города. Приоритеты перед местными властями расставил глава республики. Перед началом совещания Михаил Игнатьев ознакомился с выставкой, пообщался с жителями города Спутника. Затем провел рабочую встречу с главами муниципалитета. Михаил Игнатьев отметил, что в Новочебоксарске появилась задолженность за аренду муниципального имущества и земель. На начало года объем долгов составил почти 39 миллионов рублей. Обсудили также ход ремонта дворовых территорий. Эту же тему подняли и на открытом совещании. В 2018 году Новочебоксарск продолжит участие в президентской программе «Безопасные и качественные дороги». К слову, за 4 года благоустроено 117 территорий. Только в 2017 году отремонтировано 16 дворов. Кроме этого, продолжается реконструкция биологических и честных сооружений. Ведется строительство второй карты складирования полигона ТБО. На Чебоксарской ГЭС проводится комплексная модернизация. Что касается инвестиций, то их объем по итогам 2017 года составил 5 миллиардов 200 миллионов рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2016 году. Особую роль в достижении текущих показателя сыграла ООО «Хивель», где в 2017 году был завершен первый этап модернизации технологической линии производства солнечных модулей. В 2018 году будет завершен второй этап модернизации производства. Объем инвестиций составит не менее 2 миллиардов рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обозначил основные перспективы реализации инвестиционных проектов. От успешной работы в этом направлении зависит наличие высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, отметил глава региона. И сегодня же глава республики подвел итоги социально-экономического развития Янтиковского района. О ключевых показателях и задачах на будущее в сюжете Дмитрия Ковалева. Растут объемы водожилья, снижается безработица, пополняется доходная часть бюджета. Глава региона отметил, что социально-экономические показатели Янтиковского района улучшаются. Но и нерешенных проблем еще немало. Одна из них – теневая занятость. Порядка трех тысяч жителей муниципалитета получают зарплату в конвертах. Только в прошлом году казна района недосчиталась более 25 миллионов налогов. Они должны доходы свои показать, 13% заплатить. А в то же время она создает определенную социальную напряженность, потому что одни платят, другие не платят. Поэтому здесь взыскательный подход будет к ней. Местным властям необходимо продолжить и работу по взысканию долгов с арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Заложенность на 1 января 2018 года составила 647 тысяч рублей. В сфере взыскания просроченной заложенности в 2017 году направлено 58 претензий на сумму 791 тысяч рублей. Из них в досудебном порядке оплачено 359 тысяч рублей. Еще одним дополнительным источником пополнения бюджета района послужило вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот. Базовая отрасль Янтиковского района – сельское хозяйство. Только в прошлом году аграрии муниципалитета реализовали три инвестиционных проекта. На одном из заводов ввели в строй современный цех по переработке молока. Вообще хозяйство района занимают передовые места по надоям. Производство мяса составило 385 тонн или 105 процентов. Молока 12 048 тонн или 106 процентов предыдущего года. На двое молока на одну корову за 2017 год составили 5470 килограммов, что на 122 килограмма больше к 2016 году. Янтикова нуждается в дальнейшем благоустройстве. И это хорошо понимают местные жители. В рамках программы развития общественной инфраструктуры в муниципалитете было реализовано пять проектов на сумму 8 миллионов рублей. В этом году на конкурсный отбор было подано лишь две заявки. Мы рассчитываем на вас вместе с вами с учетом включенных объектов, проектов в республиканские государственные программы строить, вводить новые объекты для того, чтобы создать комфортную среду для молодежи. Пребования населения растут. С учетом повышения качества жизни люди еще лучше хотят жить. Это очень даже правильно. На рабочей встрече глава региона расставил акценты перед местными властями. В бюджете района должна вырасти доля собственных доходов. Вкупе с субсидиями, которые поступают из республиканской казны, это должно обеспечить реализацию ключевых муниципальных программ. Сейчас для стабильного развития района у депутатов и главы администрации есть все рычаги. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Чувашии выросло количество преступлений в общественных местах. Такие данные привели сегодня на седание комиссии по профилактике правонарушений. Лидеры антирейтинга по-прежнему Чебоксары и Новочебоксарск. По мнению специалистов, повлияло на ситуацию закрытия войсковой части в столице республики и то, что сотрудники органов правопорядка перестали доставлять в полицию с улицы пьяных. Впрочем, отличились и ряд районов. К примеру, Батаревский, Порецкий, Маргаушский и Цивильский. В структуре преступления на улицах и общественных местах преобладают кражи. Их было 1504. Кроме того, значительный рост преступлений на улицах и общественных местах на 161% составили преступления по линии законного оборота наркотиков. Повлиять на поведение граждан могли бы и народные дружины. Однако ряд муниципалитетов не выделяет необходимых средств для организации. Есть проблема и с ремонтом в участках. Если вы не хотите ремонтировать участковые пункты полиции и наводить там маломайский порядок, люди туда не будут ходить и не будут свои проблемы обозначать. Когда там зайти невозможно, отвратительно. Обсудили на комиссии то, как реализуется республиканская подпрограмма по профилактике правонарушений. Хорошие показатели достигнуты по трудоустройству граждан, которые освободились из мест лишения свободы. «Голосовать легко» – это один из основных слоганов президентской избирательной кампании. Процесс подготовки к выборам выходит на финишную прямую. Восемь человек претендуют на высший государственный пост. Выборы 2018 отличаются от всех остальных. Нововведением станет высокая технологичность. Мои коллеги побывали на краткосрочных курсах по обучению операторов, в котором предстоит работать с новой моделью комплекса обработки избирательных бюллетеней. «Это аппарат для счета голосов на будущих выборах. Бюллетени проходят через КАИП. Здесь на панели они считываются, записываются на флешку». Это КАИП-2017. Отличается от своих предшественников новыми возможностями обеспечения безопасности. В Чебоксарах на 125 участках будет использоваться именно такой комплекс обработки избирательных бюллетеней. В день голосования, 18 марта, протоколы, в которых будут отражены результаты подсчета голосов, станут распечатываться уже с QR-кодом. Кроме самой функции сканера, здесь добавилась встроенная программа по проверке контрольных соотношений и распечатывание протокола участковой избирательной комиссии с QR-кодом. Используются специально изготовленные бюллетени. Они имеют, в отличие от всех остальных бюллетеней, вот эту рамку, на которой кодируется уровень выборов. Используются специальные прямоугольные печати для участковых избирательных комиссий. Не круглые, а специальные для бюллетеней. Одного дня достаточно для обучения операторов КАИП-2017. На каждой участковой комиссии специалистов должно быть не менее двух. В день голосования до начала работы оператор должен проверить новую технику и распечатать протокол тестирования. Кроме этого, все избирательные комиссии, на которых зарегистрировано более тысячи человек, будут оснащены видеокамерами, по которым можно проследить процесс получения бюллетеня избирателями, увидеть ящик для голосования и в режиме реального времени посмотреть, как происходит подсчет голосов. Новые технологии — это, конечно, хорошо, но важен и человеческий ресурс. На всех избирательных участках будут работать общественные наблюдатели. Сейчас их подготовкой занимается Центральная избирательная комиссия «Чувашия» совместно с Общественной палатой. Наша главная задача — не просто провести выборы с высокой активностью, но провести их максимально открыто, законно, как сейчас говорят, легитимно, для того, чтобы потом ни у кого, ни внутри республики, ни за ее пределами не возникало вопросов по поводу объективности полученных нашей республикой результатов. Именно эти выборы, на мой взгляд, действительно, они намного открытие, намного прозрачнее и количества нарушений меньше, чем бывает обычно. Это связано с тем, что, во-первых, это особенные выборы, во-вторых, очень большой контроль за всем процессом со стороны правоохранительных органов и общественности. Все наши наблюдатели знают, кто из участковой избирательной комиссии должен заполнить протокол, кто должен делать объявления, кто должен реагировать, как в случае различных обстоятельств. Все новеллы избирательного законодательства имеют одну конкретную цель — сделать выборы максимально открытыми и прозрачными. Сегодня день памяти Ильи Павловича Прокопьева. С 1974 по 1988 год он руководил республикой и был первым секретарем Чувашского обкома КПСС. В те времена не принято было говорить об особом управленческом таланте, но это очевидный факт. Все свои силы, энергию, организаторские способности Илья Павлович Прокопьев вложил в развитие родной республики. Партия спрашивала строго за все — и за экономическое развитие, и за социальную стабильность, и за науку с культурой. Работа, конечно, первое время была очень тяжело, потому что чувствовал ответственность. У меня даже сердце начало побаливать, и пульс постоянно в таком напряжении. Я постоянно, значит, в районах, в городах находился и чувствовал, люди относятся ко мне по-хорошему. И меня это как-то успокоило. Именно под руководством Ильи Павловича Прокопьева на территории республики шли масштабные стройки. Возводились корпуса тракторного гиганта, расширялся хлопчатобумажный комбинат, обретал свои очертания ныне стадион Олимпийский. МНТК «Микрохирургия глаза», театр оперы и балета и многие другие объекты. За свою деятельность Илья Прокопьев удостоился многих наград. Орденов Отечественной войны первой степени, Трудового красного знамени, Ордена Ленина. Затем к ним прибавилась награда, которая самым лучшим образом характеризует все, что сделал Илья Павлович для своей малой родины. Орден за заслуги перед Чувашской республикой. Все, кто помнит его, говорят, что он был простым, вообще не человеком. Любил встречаться с рабочими, инженерами, внимательно выслушивал их предложения. Действительно, я старался каждый год поздравлять его с днем рождения. Я приходил, но меня поражало, вот я об этом сегодня сказал, насколько, во-первых, человек скромный, насколько он интеллигентный человек. Мы должны делать все для того, чтобы имя Илья Павловича Прокопьева золотыми буквами в истории, наравне с самыми значимыми фигурами Чувашской республики, должна, конечно, стоять рядом. Легендарный человек, работал в самое трудное время при восстановлении нашей Чувашской республики. При нем было построено очень много производственных предприятий, школ, больниц. Много-много, все просто перечислить невозможно. Он очень порядочный, очень хороший человек. Именем выдающегося партийного деятеля Ильи Прокопьева назовут улицу в Чебоксарах. Соответствующий указ подписал глава республики Михаил Игнатьев. На фасаде дома, где он жил, будет установлена мемориальная доска. Галина Титарчук, Республика. Грант в 100 тысяч рублей. Проекты двух молодых чебоксарских специалистов высоко оценили на всероссийском уровне. Куда направят полученные средства? Авторы узнавал Рифат Фаткулин. Они изучают историю в местах боев и стараются восстановить имена солдат, погибших за родину. Проект с названием «Дорогами наших дедов» учителя начальных классов 29-й столичной школы Кристины Шигельдеевой стал лучшим в конкурсе Росмолодежи. И все это благодаря школьному поисковому отряду «Гвардеец». Его участники с лопатами и поисковыми щупами углубляются в историю в прямом и переносном смысле уже больше трех лет подряд. За это время было совершено пять полевых экспедиций по местам былых сражений. Данным проектом, данным грантом мы хотим вернуть из небытия, вернуть в нашу историю, в нашу память имена и фамилии тех бойцов, наших земляков, которые воевали с 135-й стрелковой краковской краснозаменной дивизии. Мы хотим рассказать о них, нашим землякам, их внукам, их детям, которые, не знаю, что их отец, их дед, прадед ушел на войну, пропал, погиб, и о нем ничего не известно. Обломки ракеты «Катюша», гильзы от снарядов, ручные гранаты. Руководитель проекта Кристина Шегильдеева показывает военные трофеи. Каждая находка – это маленький фрагмент истории. Истории человека, истории войны. Финансовая поддержка оказалась как нельзя кстати. Средства, которые мы получили за счет того, что выиграли грант, мы планируем потратить, во-первых, на покупку металлоискателя, что обеспечит нам большую безопасность в дальнейших поисковых экспедициях. Во-вторых, мы планируем поездку в архив Министерства обороны, который находится в городе Подольске. И в-третьих, мы планируем выпуск книги памяти. Второй проект интеллектуально-познавательный. Называется «Я и природа». Его разработчик – методист Центра мониторинга и развития образования города Чебоксары Александр Вострова. Проблема воспитания экологической культуры подрастающего поколения очень важна в наше время, потому что только личная ответственность каждого человека к окружающей среде позволит вырастить нам достойное поколение, которое не даст в обиду нашу планету. Средства нам нужны для поощрения самых активных юных экологов. Автор проекта уверен, у школьников разовьется интерес к миру живой природы. Они получат новые знания и, главное, научатся бережно и осознанно относиться к окружающей среде. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Благоустройство дворов, ремонт тротуаров и работа городского транспорта. Актуальны в последнее время темы стали предметом прямого диалога жителей столицы Чувашии с властями в рамках проекта «Открытый город». В очередной встрече принял участие заместитель главы администрации города Чебоксары Владимир Филиппов. В актовом зале школы номер 48 «Яблоку негде упасть». Активность горожан заметно выросла. По их инициативе в столице появились новые места для отдыха. Детские площадки, велодорожки и освещенные улицы. Однако проблем остается немало. Жители северо-западного района просили обратить внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек. Вот здесь есть пешеходный переход в сторону грязной лечебницы. Там есть дорожка такая. Есть у нас заместитель главы администрации города Чебоксары. 1 сентября он клятвенно божился и говорил, Юрий Алексеевич, постелем, позову господина Павлова, вместе сами лично положим асфальт, я не знаю, еще что-нибудь положим. До сих пор ничего не сделано. Обещалками, обещанием к ордену уже второй год. Действительно, здесь проход очень большой. Значит, на 2018 год на ремонт пешеходных тротуаров, переходов заложен на 20 миллионов рублей. Я думаю, что в течение 2018 года мы этот вопрос с вами решим. Много внимания в Чебоксарах уделяется ремонту дворовых территорий, строительству подъездных путей и парковок. В прошлом году благоустроили 25 дворов. На это ушло больше 160 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Однако проблемные места еще остались. Жители 6 микрорайона по улице Мичмана Павлова вынуждены ежедневно рисковать жизнью, выходя из собственных подъездов. Их жилая зона давно превратилась в проезжую часть. Я жительница 48-го дома, это рядом 18-этажный дом, который не имеет двора. Вообще не имеет двора. Он имеет парковку всех домов, всех машин ближайших домов. Выйти ребенку невозможно из подъезда кругом машины. Они гоняют прямо около подъезда. Мы, жители, пытались, хотели поставить шлагбаум, чтобы прекратить все это безобразие. Нам сказали о том, что нужно приватизировать землю. Но у нас больше половины жильцов в доме не имеют машины. И их это как бы особо не касается. Они не хотят, как они говорят, платить лишний раз налог. К установке шлагбаума можно вернуться. Но и здесь свои сложности. У нас есть практика, которую мы проводим в течение нескольких лет. Строим и парковки, и дворовые территории ремонтируем, и приводим в порядок. Но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что действительно денег на сегодняшний день не хватает, чтобы это везде все сделать. Но, еще раз говорю, вопрос установки шлагбаума Андрей Николаевич сейчас себе записал. Еще раз изучим, посмотрим. Горожане передавали микрофон из рук в руки. Высказывали свои замечания, предложения. Не обошли стороной и вопрос про общественную транспорт. Транспорт никак не могут наладить в нашем районе. Автобусы допоздна не ходят, ходят за большим интервалом. И в вечернее время очень сложно уехать. То есть надо либо на маршрутке ехать ждать, приедет, не приедет. Автобусы в это время не ходят. У нас есть результаты, итоги и рекомендации Санкт-Петербургского института. И с 1 июля действительно у нас предполагается изменение некоторых маршрутов, объединение, отмена некоторых маршрутов. Но еще раз уверяю, что хуже транспортное сообщение всех микрорайонов города Чебоксара не станет. Мы движемся и хотим двигаться только в направлении для того, чтобы было удобно для горожан. Подобные встречи городских властей с населением стали хорошей традицией. Следующее собрание состоится уже в эту среду в 47-й столичной школе. Его проведет начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар Анатолий Павлов. Прямой диалог дает возможность услышать проблемы и принять оперативные решения. Рифат Фаткулин от Неркорсаков, Республика. Экзамены по взрослому. Сегодня в 50 регионах страны прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». До эфира в роли выпускников школы себя почувствовала и наша съемочная группа. И вот как это было. А вдруг двойка, вдруг я забыла все правила, что тогда скажут дома. Об этом сегодня болела голова у родителей нынешних школьников. Они попробовали написать ЕГЭ по русскому языку. Начиналось все как на настоящем экзамене. Вход только после проверки металлоискателем. Все лишнее приходится оставить за дверьми кабинетов. Просто так не пропустили даже нашу съемочную группу. Впрочем, по сравнению с настоящим ЕГЭ разница все-таки есть. На все времени у родителей полчаса. Задача не в том, чтобы проверить их знания. Очень часто родители сами создают вот такую паническую ситуацию, как вот и страх перед ЕГЭ. Цель акции какова? Чтобы родители сами прочувствовали, как проходит ЕГЭ. Чтобы они поняли процедуру проведения ЕГЭ. Какие примерные задания даются детям при выполнении задания ЕГЭ. 30 минут проходят быстро. И на вопрос «ну как?» Самый популярный ответ волнительно. Достаточно было моих школьных знаний, но надо было справиться со своими эмоциями. Вызвали некоторые затруднения определенные задания, но это, наверное, связано с тем, что я уже сколько лет назад школу закончила? Где-то более 20 лет назад. Ну, оставайся, хотелось бы погуглить ответы. Прямо потянулась рука к телефону, который вы задали? Да, да, по словарным словам. Мама троих детей и педагог-психолог Юлия Михайлова после пережитого знает, что посоветовать родителям. Я посоветую только поддержку. Однозначно полную поддержку детей. Никакой критики. Потому что тот результат, который получит ребенок, он в любом случае результат. И нужно уметь преодолевать негативные моменты и строить планы на будущее в любом случае. Наша съемочная группа тоже училась когда-то в школе и понимает. Детям наверняка приятно, что родителям тоже пришлось поволноваться за оценку. Лучше этого, пожалуй, только увидеть за партами учителей. Ну-с, кто готов отвечать? Физоук? Можно выйти? Сидеть. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Далее вас ждет полезная информация. Я сегодня с вами прощаюсь. Качественная вещь по доступной цене. Об этом мечтает практически каждый. Благодаря ярмарке верхней одежды мечты стали реальностью. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать себе модель по душе. Надежда Артемьева пришла сюда за весенней курткой, но уже присмотрела себе и зимнюю. Здесь очень большой ассортимент, больше даже, чем на рынках, вместе все взятых. Я хочу обновить гардероб, скоро весна, хочу себе новую курточку. Продавцы, консультанты помогли мне подобрать несколько вариантов. Я думаю, без покупки я сегодня не уйду. Правильный выбор утеплителя для верхней одежды очень важен. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом толщина и вес изделия должны быть минимальны. Ведь чем легче и теплее зимняя куртка или пальто, тем удобнее и приятнее их носить. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тенсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха – куртки с мехом кролика, норки, лисы. Мы привезли огромную коллекцию верхней одежды, курток пуховиков. Это более 3,5 тысяч различных моделей. Все отшивается на российских фабриках, качество очень хорошее. Вся продукция покупается очень большим оптом, поэтому цены у нас недорогие. Все весенние и осенние модели – 3,5 тысячи рублей, зимние модели – 4,5 тысячи рублей. Мы ждем всех жителей города. У нас на ярмарке продавцы-консультанты помогут подобрать одежду абсолютно для каждого. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 19 вечера без обеда и выходных. А разместилась она во Дворце культуры «Салют» по адресу улицы Энтузиасов 36-9. Торопитесь, ярмарка пробудет в столице Чувашии до 4 марта включительно. КОНЕЦ